Шатры разорвало шквальным ветром, палатки смывает волной. Лагерь реабилитации инвалета Дальневосточного общества инвалидов Ковчег полностью уничтожен штормом. Организация просит всех неравнодушных. Инвалидам нужны теперь и палатки, и физическая помощь в восстановлении лагеря. Мы, кстати, своих помощников-то почему не смогли привезти, потому что мост на русский остров был перекрыт. И поэтому получилось, что ребята вдвоем героически спасали все имущество. Да, все, что... Просто брали палатку, вот ее смятую, и волокли, потому что нужно было... Там островок спасали, вот остался островок земли, и мы быстро на этот островок. Гали там, что-то денечко пораслывало, то, что она метонировала, метонировала. Вот это лепота! Вот она стихия! Вот она сила! Ух! Ух! Апупеть! А вот так накануне огромные волны методично разрушали лодочные гаражи в районе бухт Тихая и Патрокол. Беспощадно крушили бетон, камень, вырывали железные ворота. В итоге сегодня владельцы гаражей подсчитывают ущерб. Разбитые катера, завалы из камней, даже тяжелые бетонные плиты море сдвинуло на несколько метров. Вот уровень гаражей, почти под крышу засыпало. Вот это второй этаж. Вот здесь была дорога, довольно-таки широкая. Сейчас ее нет. Вот здесь была дорога, и сейчас ее просто нет. Серьезно досталась и бухти Лазурная. Волны на шаморе накануне достигали даже парковки и дорожек у многочисленных кафе. Да и сами здания разметало штормовым ветром. Вот это была когда-то хорошенькая такая меранточка. Помните, что из-за скобозы когда-то делали. Вот это ее крыша. Я не говорю, что про стуле. Про ограждение. Сейчас дорожки скрыты под толстым слоем песка, водорослей и ракушек. Разбитыми раковинами завален весь берег. И жители Владивостока собирают еще живую спизулу. В Хасанском районе на промысел морских деликатесов и вовсе выходят целыми селами. Накидали кучу такой. Вон пацаны все мешками носят. Народу тут шквал. Вся деревня. Короче, собирают гребешок. Машин, шквал. Андрей Кармаданов, Павел Иванов, Панорама. Павел Иванов, Павел Иванов.